А чего ты ждёшь в этом видео, а? Постой, они узнали друг друга? Бог ты мой! Привет, орлы! И вот почему я голый? У меня такая традиция. По утрам, если я записываю какое-либо видео, я сижу голый. Почему? Потому что это удобно. Ты проснулся утром. Первое, что ты делать не хочешь. Мыться, да. Одеваться второе. Так что, просто сижу как есть. Но я помылся! И причесался. Так что, чёп возьми. В предыдущей серии я косплеил человека, который бомж, который живёт в мире Walking Dead, у которого, извините, нет времени расчесаться, потому что зомби уже из всех щелей лезут. Ребят, спасибо всем, кто смотрит прохождение Walking Dead именно у меня. Ну, почему именно у меня? Я, наверное, первый в России, кто снял прохождение. На данный момент, на данный момент записи. До сутра. Так что, спасибо, в любом случае. Потому что, ну, это круто, когда ты можешь играть любимую игру с любимыми подписчиками и читать, что вы думаете о происходящем в игре. Просто это самая классная часть, когда ты идёшь в комментарии, ты не просто снял игру, как бы, смысл уже не в том, чтобы снять, но не меня лично. В том, чтобы почитать, кто что думает. Именно поэтому я люблю игры, где есть выборы, какие-то морали, нравственность, потому что это интересно. Не буду затягивать, не буду оттягивать. Внизу, кстати, есть плейлист. Если вы хотите посмотреть мои выборы из первого эпизода, плейлист там. Ну, или если вы что-то пропустили, или хотите посмотреть вообще все серии вот этого, этого второго эпизода, плейлист тоже там. Возобновить. Всё, пошли дальше. Вот мы услышали выстрелы. Что пошло не так? Ребят, разбирбаньте кнопку лайка. Помните, в первом видео у нас конкурс. В Life is Strange, кстати, тоже будет конкурс, тоже на парочку ключей, только уже к Life is Strange. Так, о, узнаю. Взгляд на незнакомца. А давайте не будем смотреть. Я верю, он меня спалит, я себя посмотрю. Или это обязательно? Так-то обязательно. Ну, уже выходите. Заметьте у вас выход на дороге. И долго будете надеяться, что я вас не найду? Вот с вами. Его же в шею укусили. Как так быть может? Это человек с вокзала, да? Я думал, он умер. Покус можно пережить, если быстро отрубить конечность. Будь здесь. Твою мать, его же в шею покусали. Я не понимаю, как он может быть жив. Это нереально. Опа! Что-то у него одна рука, но это не рука, а просто терминатор. Сто процентов с ним кто-то. Он не один. Ты смотри, какая крутая мелкая сука. Добить его, оставь нас в покое. Давайте будем добрыми. Просто уйди! Ой. Ну, как я и сказал, он не один. А сзади, кто бы вы думали? Может, это плохая идея? Это плохая идея. Ребят, ваши ставки, кто сзади? Я бы не стал, пацан! Еще шаг, твоя подружка останется без головы. Абель? Ну, вы уже поняли, кто это, да? Рад тебя снова видеть, малявка. Не надо! Я встречался с ними раньше, оба бойцы. Тебе они понравятся? Мы еще паренька. Заправляет общину неподалеку. Марлона. Он погиб. Недавно. Вот черт. Обойдем себе из него. Что скажешь? Отведешь нас в свою школу? Поможешь убедить ребят? Но они нам не друзья, на самом деле. Не поможет, что у тебя есть другие варианты. Перебьете все, уроды, а там не живу. Эти школа опасная. Перебьете все, уроды. Я не собираюсь вам помогать, уроды! Не надо! Отпусти его, прошу тебя! Конечно, если будешь делать, что говорят, а откажешься, садусь, я раскрою ему череп. Видел какая-нибудь, как взрывается гнилый арбуз, если бросить его об стенку? Вот так все и произойдет. Клементина! Постой, они узнали друг друга? Бог ты мой! Клементина, это и правда ты? Ну, вообще-то, да. Меня зовут Лили. Я тебя не знаю, мне насрать. Вряд ли ты меня помнишь. Лили? Я все понял. Еще с начала, когда она появилась, я думала, ты мертва. Почти. Какого? Не сейчас. Ну, он-то не в курсе. Принять, помню. Давайте помню, помню, был хорошим. Сказал же. Не лезь. Она, видимо, тут главная. Ну, Лили у нас любила быть главной, я это помню. А? С тобой нет Ли. Она не знает, что он умер. Знает, что он умер. Логично. Никогда не забуду, как он бросил меня умирать на обочине. Я его не меню. Я стал явно умерзать на группу после того, как застрелил эту девушку. Карли. Кстати, ситуация-то очень похожа, что Лили застрелила Карли. При этом, при этом, ребята, Эйджей застрелил Марлона. То есть вы чувствуете параллель? Чувствуете, насколько все связано? Насколько ситуация похожа и повторяется? То есть и нас изгнали из группы за то, что мы застрелили члена группы. Мне интересно, а что будет, если в первом эпизоде, в начале игры, выбрать все по-другому? Мне хочется очень уже прямо сейчас переиграть, чтобы узнать, что будет, если. Ли, следовало бросить тебя. Может, прожил бы дольше. Ты тоже недолго протянешь, если будешь повторять его ошибки? Твой мальчишка. Ты умрешь, защищая его. Может, в год другой у вас есть, но рано или поздно эта обуза тебя доконает. Ходящий, которого ты не заметила. Пуля, от которой я смогла обвернуться. Крик о помощи, который привлечет стадо. Я не Ли. Я сама смогла пережить все эти годы. Что ж, пока что ты жива. Не поспоришь. Но, как долго ты сможешь прятать в лесу вместе с кучкой детей, сама знаешь, что из этого выйдет. Мат, а у нас нет на это времени. Мы знаем друг друга. Ты ее знаешь, и я ее знаю. Обосраться, нам дело надо сделать. Мы либо поможем тебе в воспитании мальчика Клементина. Нам нужно кое-что взамен. Ну что же? Что? Вы хочешь похитить еще парочку деток? Нам не нужна парочка, мы заберем вас всех. Мы отведем вас в Дельту, к нашим людям. Там есть стены, работающие солнечные батареи, еда, которую мы сами выращиваем. Тебе только нужно вернуться к друзьям, убедиться их пойти с нами по-хорошему. Никто не пострадает. Я не Марлон. Вот как мы поступим. Я прижму эту малярку прямо сейчас. Уверен. Теперь ты будешь подговорчивее. Не глупи, Клементина. Так. Крикнуть Вайлод, чтобы стреляла в лик. И Вайлод, чтобы бежали. Если хочешь спасти мальчика, из этого выбирать их. Так что, а что будет из себя промолчанное? Окей. Бегите! Эйджей! Че, ну а что нам делать? Ребята, а что делать? Скорее! То есть я не злой выбор сделал. То есть я мог бы сказать, стреляйте в лиле, и было бы совсем плохо. Эйджей, твою-то мать, не тормози! Ух ты, твою мать, это же дробина. Мёрт возьми. Лили, кстати, не стреляет. Ну понятно, она убивать меня не хочет. Опа! Сколько у него дроби? По идее, два патрона он отстрелял. Больше дроби быть не должно. Ай! Серьёзно, что ли? Ну, Лили! Ну, мы же друзьями были. Или нет, или да. Мёрт! Это больно! Нет! Всё, ребят, пизду! Так, это уже было близко. Ребята, один промах, и всё! Чё, на сколько можно бежать? Ох, твою мать! Так, это сейчас будет весело! У нас даже ножа нет. Класс! Похоже, оторвались. Твою мать! Если бы! Никогда не оглядываешься, когда убегаешь, это плохо кончается. Хоп! Клэм! Вмазали! Клэм! Клэм! Постой, что с ним? А чё он лежит? Попали, что ли? Твою мать! Повёртся возвращаться в шкилу. Чёрт! Чёрт! О, он украл его нож! Так, это уже что-то. Он такой классный, как тот, что у нас был раньше, но всё-таки. Может, Вайланд придут и спасут нас с Луисом? Как думаете? Э? Ваши ставки, дамы и господа. Ваши ставки! Ваши ставки требуют поставки. Опа! You dead, boy! Вот, с ножом я себя чувствую в разы комфортнее. Прямо как будто так. Где ещё зомби? Где же зомби? Где же зомби? Я не вижу ваших зомби. Иди сюда. Смотри, сейчас вы покажите. Ха-ха-ха, трюк. Просто убивать в глаз дольше, поэтому ты вот так и убиваешь. Ты тормозишь одного, что убить. Сейчас Эйджи сожрут, надо обернуться. О-но! О-но-но-но! Очень много. Дядь ходячим навалится на вас толпой. Так, окей. Так, минус один, да? Хопа! Так, это всего два, да? Под колено! Как учил дядя Сэм! Твою мать! О, нет, всё, ребят, всё-всё, смерть! Это смерть! Это смерть! Я не видел, что есть третий! Я не видел, я думал... То есть я убил одного, я думал, что всего три оказались. А вылез четвёртый из ниоткуда. Вот это мне сейчас не повезло. Так, дело пошло, осталось два. Два зомби. Зумба! Зумба! Минус один. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха! Так, тот пока встаёт. Сейчас его... Есть пробитие! Есть пробитие! Фиксирую пробитие мозга зомби. Ху! Кто чемпион? Я ММА. Хэштег ММА, ребята. Твою мать, да вы шутите! Как ты, сука, шутишь? Чё это... Чё это за карлик-нос? Нет. Стой! Тришком громко. Нифига себе, он в маске ходит, кожаное лицо. Нормально, они его за слово признают. О, они сейчас за ним пойдут. Сейчас, прычи, прычи. Или он их убьёт. Ух ты! Какой смышлёный малый. Смотри. Зомби такие... О, нет, там был шум. Нам надо идти туда. За мной. Нифига себе, чувак маскируется просто как про. Мне нравится. Я не знаю, маска разве помогает? Не, но если ты маскируешься под зомби, кстати, помогает. В том плане, что от людей спасает. То есть он может просто в арте зомби маскироваться и делать... Интересно, кто же этот чувак? Он у меня на превьюшке первой серии стоит. Кстати, извиняюсь за звук в первой серии. Записывал как бы немножко наскоро. Хотя уже поскорее виллажей. Типа эту... Вот такая вот, собственно, история. Туда. А кто же он? Мы его знаем? Это наш как бы старый друг или кто это? Мне вот интересно. Надеюсь, это сейчас окажется Лукас какой-нибудь у второго сезона. Вот это будет просто пучка. Ух ты. Тоже кто? Масочка. Маска, маска. Ребят, ваши ставки. Кто это? Это новый чувак или вытащи осколки? Я? Я его подержу. Твою мать. Осколки. Шрапные вообще такая больная тема. Разлетается на кучу частей. Это одно дело пуля из пистолета. Она как бы одинарная. А тут, блин, просто осколки. О, господи. Твою мать. Это будет противно. Сейчас. А-а-а. Я не могу смотреть на это. Скажите, когда все. Так, еще. Извлечь дробь. А, мелкие дробины. Ну, которые в маленьких ранках. Не громко ли? Как я понимаю, мы три главные дроби извлекаем. А-а-а. Старясь не шуметь. Хорошо, Эйджей. Просто дужу. Надави руками здесь. Стави кровотечения. Как хорошо, Эйджей. Он тебя подлатает. Это хватит. На первое время. Тише, тише. Наши вещи. Мой пистолет. Потеряли чувак. Ну, если Вайлетт, убежали. Они в безопасности. Скорее всего. Отстой. Что-то идет не так. Я пытался вам убедить. Ходячие должны были помочь. Это ты отправил ходячих? Был частью группы. Называют себя шепчущимися. Они научились жить среди стад ходячих. Перемещаться с ними. Направлять. Когда нужно. Потому что один, если был в группе. Они напали на общину. Устроили резню. Не смог с ними с этим мириться. Болит? Напали на комьюнити, ребят. Надеюсь, не на наши. Голоден. О, картошечка. Или что это? Это яблоко. Ешь. Вы оба. Ну, давайте возьмем. Хороший парень. Спасибо. Принимать помощь от других, значит, показывать свои добрые намерения, ребята. Естественно, перепройдем, не принимая помощь. Мило с его стороны. У тебя есть имя? Как же давно было. Что давно? Я им не пользовался. Мы его знаем или не знаем? Хочу увидеть. Твою мать. Это молодой чувак. Джеймс. Почему ты помог нам, Джеймс? Что ты знаешь о людях, которые на вас напали? Так, они посещают детей, я их всех перебью. Они посещают детей. Я знаю, что они посещают детей. Забрали двух в прошлом году. Да, для них это обычное дело. Мне кажется, он один из них из школы. Они к северу отсюда ведут войну. Вся их община против другой. Вот почему они забирают людей, чтобы те сражались. Обучают их и бросают в бой. Вы бы тоже стали их солдатами. Это ужасно. Да. Поэтому я вам и помог. Спасибо. Это явно не шепчусь из себя. Постой. Пусть куда-нибудь, отлети его. Не разрешайся, а ты никто не пострадает. Не мы. Не он. Ну, это, кстати, правильно. Давайте послушаем умного человека. Вот, вот, все. Все, иди, иди, гуляй, Вася. Петрович, блин, нажрался опять. Сидорович нажрался, продав калаши. И гуляет по лесу. Зоны. Ушел. Было непросто. Отдай от стада. Вам на помощь. Ты что, хоть взамен что-то хочешь? Не хотел, чтобы они погибли. Постой. Не хотел, чтобы погибли зомби или люди? Я не понимаю, за кого вообще этот пацан? Ну, он за себя. Мне кажется, больше. И за, собственно, хорошее отношение. Итак, Джеймс. Просто гуляешь по лесу, спасая первых встречных. Следил за нами, 100%. Покинулся в группе, я скитался один. Впервые в жизни. Пиздешла война. Сначала против ходячих, потом против друг друга. Надеюсь, здесь будет иначе. Ну, та же фигня везде. Ну, а ты думал. А Джеймс? Ты откуда? Так, жила в школе повезти, уже не важно, вообще есть Джорджия. Или пришла издалека. Джорджия. Далеко же тебя занесло от дома. Как будто пошла целая вечность. Так и есть. Ну, кстати, да уж, пошло много-много лет. Где-то ходячие, по идее, должны были сгнить, но вот... А ты сам-то откуда? Вашингтон. Из города или штата? Города. У отца была передвижная запусочная. Я помогал. И как в Вашингтоне, там же президент. Там лучше или хуже было? О, жар. У тебя жар. Раны надо как следует промыть и дать ему лекарства, если каким-то чудом они у вас есть. То ли, если лекарства, но влятые ребята поделятся. Это почему они на нас напали, так? Чтобы добраться до штины. Они уничтожат все, что найдут. Приведут больше бойцов, найдут еще оружие. Заберут оттуда всех. Школа не сможет отбиться от них. Придется вам вернуться, иначе он погибнет. Я нужно их предупредить. Хочу помочь им убить Лилии. Они не прогонят АйДжея. Предупредить. Я должна вернуться и предупредить их. Так и надо. Но самый безобидный вариант. Благородно, раз они помогут. Ну да, как бы информация в обмен на собственную АйДжея. Я помогу тебе вернуться. Пройти ходячих, если ты знаешь, куда идти. Без пары часов пойдем. Знаете, еще пары часов можешь поспать. Я не буду спать. Можешь отдохнуть. Я не буду спать. Хорошо, я посплю спи. Я посторожу. Хорошо. Посплю. Не будем упрямиться. А как же ты? Этой ночью могу и обойтись. Выспись как следует. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Черт возьми. Отчасти, наверное, одному быть хорошо в такой ситуации. Потому что, вот видите, у парня все прекрасно. То есть, никаких тедряс, конфликтов и так далее. Эпизод вроде длинный. То есть, я получил, черт возьми, достижения. Их там, по-моему, 4 или 3. Я не помню, сколько дается на один эпизод. А мы уже минут 40 играем. Даже больше 50. Он в сознании? Да. Но у него дикий жар. У меня тоже жар. Я его принесу. Ты бесил? Нет. Я сама. Черт возьми. С такой маской, чувак-то, поосторожнее надо быть. Тут могут и... Ребята могут и выстрелить в голову. Если увидят. Ну, издали же непонятно, зомби он или нет. Хотя идет он нормально, но черт возьми. Чувак, ну ты бы маску бы снял, серьезно. Это опасно. То, что ты творишь, это просто безумие. Больно. Держись, почти пришли. Так, лишь бы не убили. Лишь бы не убили. Лишь бы и то там уже не пришли туда. Вот мы и поняли. Ходячий! Ты не ходячий, он. Вайлот, Луис, они вернулись! Слушай, ты живешь там совсем один. Мог бы остаться с нами. Он скажет нет. После такого приветствия. Я пока не готов. Слушай, с утра вообще не размялся. Просто... Все конечности просто умирают. Я только что осознал, школа называется Эриксон, как знаете, радиоприемники есть. Эриксон, еще там кассеты были, даже двухкассетные. Больше не могу тебя нести. И можно было записывать кассеты в общем класс. Скоро будем в школе. Пока, отдыхай. Ну-ка. Черт возьми, он пустит нас сто процентов. Черт, он что? Он жив. У него стреляли, у него жар, он умирает. Вообще спасай, короче. Давай, занесем его. Не могу. Все хорошо, дружок, я с тобой. Блин, а еще вчера ты хотел его выпереть и считал его главной угрозой человечеству. Как же быстро меняются приоритеты, стандарты и люди. Знакомо, да? Как же все, вы знаете, быстро поменялось, буквально. Я приношу Эйджей, все такие, ой, Эйджей, господи, бедный Эйджей. А минут назад его все хотели выпереть. Что же, ну, по крайней мере, эти ребята не звери. А ведь он мог сказать, нет, не пущу. Не, никто не будет против, сто процентов. Дай я гляну. У меня все нужно, и наверху идем. Это ожидаемо. Блин, Вайлот, надеюсь, ты хоть рада будет меня увидеть. Мы вытащили осколки из раны. Мы? Долгая история. Но я рад, что все сыграло, как сыграло, в принципе. У него жар, бедняка. Его организм борется с инфекцией. Руби и Луис о нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, поговорим в кабинете. Клем? Клем? Тише, тише, тише. Просто дай себе отдохнуть немного, ладно? Скоро поправишься. Клем! Клем! Энергетик что-то хочу, а то я как-то себя чувствую немножко вареным. Эйджей, слушайся, Руби, ладно? Она за тобой присмотрит. Вспоминай, что мы делаем, когда нам страшно. А то как-то глаза не то, что закрываются, ну вообще, не знаю. Когда страх берет, собственно, нас за хвост, мы шлем страхи нахуй. Ты сказал, мне нельзя ругаться. Ой, в виде исключения. Что мы делаем? Мы шлем страхи нахуй. Все уже прошло. Ну после таких на пусте все, конечно же, пройдет. Как-то страхи послал. Клементина, прошу тебя, давай поговорим. О, там даже школьный звонок остался цел. Ржавый, конечно, но... Прикольно, когда есть звонок, он просто такой классный. Представляю, как он громко звонит. Я как-то стоял рядом со звонком на перемене и подошелся. Слушай, насчет леса, видел, как они тебя прижали, и... Черт, это было жестко. Когда я слышала, что вы зовете на помощь, то не думала ни секунды. Я хотела вам помочь, но ты крикнула, чтобы мы бежали. Пришлось тебе довериться. Спасибо, что защищала нас. Ты очень храбрая. Я правда думала, что ты погибла, Клем. Рад тебя, я тебе очень не знаю, как твой. Просто сейчас все так хреново, понимаешь? Все живут в страхе, Клем. И шутка рада тебя видеть. И я рада, что ты здесь. Вот бы и Митч думал так же, и все остальные. Мы с Луисом рассказали им, что случилось в лесу. Та женщина, которая на тебя напала. Лили. Значит, ты все-таки ее знаешь. Мы все гадали. Ну, она как бы давняя знакомая. Клем, кто она такая? Не то, чтобы ты типа не с ними. Но ребятам не нравятся такие совпадения, то, что она появилась здесь сразу после тебя. Ну, я понимаю, подозрение, конечно. Она злобная тварь. Всегда такой была. Папа у нее был долбанный расист, а она во всем ему потакала. Ну, отлично. Как будто нам мало всех других придурков. Она убила кое-кого из наших. Просто пристрелила во время скорой. Ее звали Карли. Она упорно не давала Лили с собой командовать. Мы пересекались только в самом начале. Сих пор я Лили не видела. Я в тебе верю. Но... Но... Есть еще кое-что. Вилли говорит, что у ворот с вами был кто-то третий, так? Джеймс. Он спас меня и Эйджи. Давай отдохнуть в своем лагере. Зачем ты привела его сюда? Показала ему путь. Джеймс не рейдер. Клем, мы его не знаем. Лесу мы уже встречали незнакомцев. Закончилось это плохо. Вот что я отвечу. Слушай, он не один из рейдеров. Он сам по себе в лесу живет. Вилли говорит, что на нем были какие-то шкуры или типа того. Он носит кожу ходячего. Так, стадо его не замечает. Еще он может их направлять. Однако... Я бы не привела его сюда, если бы он был опасен. Не то, чтобы я тебе не верил. Меня волнуют все остальные. Черт знает, что им взбредет в голову. Денька мы похоронили Броди и Марлона, как вывезли эти подонки, которые воруют детей. А теперь вы вдруг возвращаетесь. Мы думали, что вы мертвы. Они не понимают, что случилось. И не знают, как им относиться к Эйджи. Вайлот, Эйджи им стоит бояться в последнюю очередь. Знаю, просто сейчас в школе все... Сейчас одно место. Все ходят сны запуганы. И нужно свалить на кого-нибудь вину. Сама подумай, они же вас выгнали. Как я, по-моему, должна заставить их передумать? Все было решено. Пятеро против троих. Я сама с ними поговорю, здесь же после Марлона. Сейчас-то кажется неважным, но они боялись вас обоих. Никак. Дай мне самой поговорить с ними. Ну да, лучший способ убедить их, просто поговорить. Джеймс сказал мне, что Лили и Абель будут делать. Он сказал, что они найдут людей и оружие, а потом придут за нами. Заберут всех. Как он мог это узнать? Он долго за ними наблюдал. У них война с другой общиной. Нужны новые бойцы, поэтому забирают людей. Так вот, что случилось с Минни и Софией. Они сделали из них солдат. Так что они могут быть живы. Да, и с ними так будет, если их не остановить. Может, они живы? Я не любил убивать даже ходячих. Оглянись вокруг, это же крепость. Если немного попотеть над обороной, можно сильно усложнить этим задачам. Ты реально знаешь, как это делать? Как-то раз я участвовал в осаде города Ричмонд. Сейчас покажу. О, стой. О, смотри-ка. Я не знал, что у нее есть такое. Так. Организую оборону. А, это карта та самая. Правда, здесь она почему-то не переведена. В отличие от случая в первом эпизоде. Укрепить стены. Укрепить стены. Надо ставить ловушки в здание администрации. Укрепить стены. Разделить. Разделить двор. Давайте начнем с этого. Двор полностью открыт. Укрыться особо негде. Нужно перевернуть столы и сузить проходы через двор. Так мы будем знать, где они пройдут. Пока имеют, выиграть нам время, если не перебрется через стены. Или если придут ходячие. Одно из двух. Или и то, и другое. Здесь будем держать оборону. Фронт только один, через главную дверь, а дальше центральная лестница. Если заставить этот путь ловушками, можно отступить сюда. И замоить в них рейдеров. А мне нравится. Мне, кстати, тоже нравится. Идеальный план так укрепить переднюю стену. У нас хорошие крепкие стены. Нужно сделать так, чтобы через них нельзя было забраться. У рейдеров будет только один путь через ворота. У нас теплица была колючая проволока. Чувствуете теплицу? Мы еще попадем осмотреть теплицу. Вы же больше не пользуетесь теплицей, так? Нет, когда-то пользовались. Мы потеряли там кое-кому. Потом теплицу ухватили ходячий и морал запретил туда ходить. Безопасная зона. Проволока нам точно пригодится, так они не заберутся на стены. Я пойду. Ты уверен? Я знаю, что ты вся такая боевая, но там же только ходячка вообще. Что за хрень вы тут устроили? А что за хрень мы тут устроили, вы узнаете в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр, ребят. Очень классно, что мы играем в Водкин Дэд. Я так ждал и дождался. Всем спасибо, ребят, еще раз. В следующей серии увидимся. С вами был Евген. И, ну, собственно, до скорого. Как вы понимаете, сегодня пройдем все до финала. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok